Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Лесной пожар в Лазаревском районе Сочи локализован. Работу вели и на земле, и с вертолета. Совет национальных общин Сочи собрался на предновогоднее заседание. Вместе с мэром обсудили новые идеи сотрудничества. По дорогам Сочи начали ходить автобусы желаний. Узнать их легко по гирляндам и новогодним песням. Профессионалы и любители встретились на ледовой дорожке. Сегодня завершился Кубок Краснодарского края по классическому керлингу. Строительство новых школ, модернизация системы здравоохранения и реализация региональных масштабных проектов. Вениамин Кондратьев провел итоговое совещание органов исполнительной власти. На нем присутствовали заместители главы Кубани, все руководители муниципалитетов, а также представители краевых ведомств. Как отметил губернатор, лучший показатель самочувствия региона – это экономика. Бюджет в уходящем году составил 365 миллиардов рублей. Из них 320 миллиардов – собственные доходы. Благодаря хорошим темпам роста удалось начать реализацию региональных проектов, таких как школа одаренных детей поколений в Краснодаре, парк «Патриоты» и строительство медицинского кластера. Я благодарен всем, каждому из вас, всем, в какой бы отрасли экономики он ни работал, на каком бы уровне власти он ни находился, за тот результат, который сегодня есть. У нас сегодня есть возможность, финансовая возможность не просто говорить, но и делать. Поверьте, я прочувствовал каждую цифру, каждый результат, и мне намного важнее, я уже не раз говорил, чтобы вот все, что мы сегодня с вами заработали, все, что в бюджете, мы должны трансформировать в конкретный, видимый результат людей, которые его должны увидеть в окружающей их жизни. Вот что мы сегодня должны сделать. Вот эти огромные, огромные, даже не десятки, а сотни миллиардов. Сотни миллиардов, задумайтесь. Вот трансформировать в конкретные результаты в жизни. В уходящем году Край приступил к реализации национальных и региональных проектов, и контроль за их реализацией был одним из основных направлений в деятельности Загонодательного собрания Край в уходящем году. Это направление работы, безусловно, сохранится и на среднесрочную, и в долгосрочную перспективу. Помимо контрольной функции, мы ориентированы на создание всех законодательных условий для своевременного и качественного выполнения целей национальных и региональных проектов. На Кубани также взят хороший старт по реализации национальных проектов. Губернатор отметил, что в следующем году финансирование увеличится на треть, а значит задач будет больше. Когда на Кубани решат проблему обманутых дольщиков, как избавить Краснодар от пробок и пользуется ли губернатор мессенджерами в мобильном телефоне? На эти и многие другие вопросы Вениамин Кондратьев ответил журналистам. В уходящем году глава края дал большое интервью ведущим СМИ региона. Часть вопросов касалась сложившейся экономической ситуации. В Край приступили к реализации ряда приоритетных проектов, на которые еще пять лет назад не хватало денег. Весной 2015 году еще в статусе временно исполняющего обязанности губернатора отмечали, что сегодня в тех экономических условиях, которые были пять лет назад, возможностей для таких мегапроектов нет. Что изменилось за эти годы и можно ли рассчитывать, что в ближайшее время появятся еще и другие региональные мегапроекты? Если вы помните, в 2015 году краевой бюджет был консолидированный 190 миллиардов. 190. Это в 2015 году. И хочу напомнить, что задолженность краевого бюджета перед Министерством финансов, банками, в том числе и коммерческими, составляла 145 миллиардов рублей. Конечно, ни до каких проектов, ни то, что не было дела, нужно было вырулить в этой ситуации. Просто вырулить, вывести экономику, вывести край. 2019 год. Четыре года прошло. Бюджет у нас 320 миллиардов. 320 миллиардов. И погашь на 45 миллиардов задолженностей. Это реальная возможность приступить к реализации вот этих вот масштабных, на самом деле, мегапроектов. Школы у меня это просто приоритетная сверхзадача. Школы просто приоритетная сверхзадача. Поэтому для меня тоже эта гордость даже не школа поколения, а мегапроектом можно в целом назвать строительство даже 36 школ, которые уже построены. А если в следующем году 14 школ еще построим, за 5 лет 50 школ. Это тоже мегапроект. Большой интервью длилось 2,5 часа. За это время главе региона задали больше 20 вопросов. Нам, журналистам, что нужно? Нам нужно задать человеческий вопрос, который задают наши телезрители, радиослушатели, читатели. И получить человеческий ответ даже от первого лица региона. И вот сегодня, мне кажется, это удалось. И почти на каждый вопрос, из какой отрасли и области он бы не был, мы получали ответ. Вениамин Иванович очень подробно ответил на все вопросы, которые нас интересовали. Это были итоги года и планы на следующий год. Ну, я очень впечатлена. И разговор получился, самое главное, достаточно откровенным, очень душевным, не протокольным, я бы сказала. Интервью с губернатором Краснодарского края будет показано в эфире телеканала «Кубань-24» 26 декабря в 20 часов. Спасибо, Игорь. Спасибо, Игорь. Лесной пожар в Лазаревском районе Сочи локализован. Работа велась на земле и с вертолета. Площадь активного горения составляла 2 гектара. Сейчас в горах в районе поселка Верхняя Хобза находятся спасатели и пожарные. Тушение этого пожара началось накануне вечером. Оперативный штаб по ликвидации возгорания был организован и продолжает работать в Главном управлении МЧС России. По официальной информации, огонь пришел с Туапсинского района. Горела сухая лесная подстилка. Вы видите, на заднем плане пожарный очаг практически локализован. На этот момент работает 209 человек личного состава, различных структур. Предварительные причины – человеческий фактор. Тушение пожара оказалось непростым из-за труднодоступности района, где находился очаг возгорания. Уже было совершено 18 сбросов воды общим объемом около 90 тонн. Для точечной работы и наблюдения за лесами в воздух подняли беспилотники. И благодаря такому наблюдению с воздуха будут замечены любые проблемы в лесах. Ну а населенным пунктам и их жителям ничего не угрожает. При этом высокая пожароопасность в предгорьях Сочи сохраняется. Службы спасения переведены в режим повышенной готовности. Напомню, в ноябре в Лазаревском районе Сочи, западнее села Наджиго, горел участок лесного массива площадью около 6 гектаров. Тогда пожар тушили также с воздуха. Сегодня в Сочи вспоминают жертв трагедии, которая произошла у берегов курорта 3 года назад. 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 Минобороны разбился под Сочи. На борту были 92 человека. Артисты ансамбля Александрова, сотрудники Минобороны, журналисты федеральных каналов и директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли. Борт направлялся из Москвы в Сирию с дезаправкой в Сочи. В этом году мемориал жертвам авиакатастрофы установили в центре Адлера, в сквере на набережной реки Мзымта. Рядом с памятниками солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Он был создан родными погибших с помощью меценатов в виде почти двухметровой открытой книги, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии. Сегодня на мемориале прошел траурный митинг. Десятки сочинцев и гостей курорта пришли, чтобы отдать дань памяти погибшим. Прежде всего, это память о моих друзьях, это мои коллеги. Я с командиром экипажа летал на этом самолете. Поэтому жизнь так научилась, что надо отдавать дань уважения, так отец учил. Напомню, 19 декабря 2019 года представитель потерпевших адвокат Игорь Трунов сообщил, что Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году. По словам юриста, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Само постановление об этом составляет государственную тайну. Продолжаем выпуск. Совет национальных общин Сочи собрался на предновогоднее заседание. Председатели диаспор вместе с главой города подвели итоги работы и обсудили новые идеи, которые многонациональный Сочи будет реализовывать в новом году. В Сочи 37 нацобщин и более 100 национальностей. Представители каждой из них собрались в Центре национальных культур Истоки. Здесь танцами, вокалом, изучением родных языков занимаются и русские, и грузины, и армяне. Гостям молодежь продемонстрировала свои таланты. Руководят творчеством и сами председатели диаспор. За плодотворную работу на благо Сочи мэр города вручил им благодарственные письма. Самое главное – это люди, это жители, все те, кто живет на территории нашего города. Благополучие, взаимопонимание, уважение, человеколюбие, гуманизм – это все самые главные составляющие нашего мира и нашего края, нашего города. У нас более 100 национальностей проживают здесь. Мы всех уважаем, всех понимаем и хотим, чтобы мы также были в едином порыве, связаны невидимой нитью патриотизма, любви к нашей родине, любви к ближнему. Работа нацопщин заметнее всего на национальных и городских праздниках. Диаспоры организовывают концерты, проводят этнофестивали. Но есть у них и другие задачи, которые незаметны в повседневной жизни. Это решение вопросов по противодействию терроризму, экстремизму и предотвращению межнациональных конфликтов. Эти работы нечасто скрыты, но то, что мы можем показать парадный, часто свой костюм, и то, что это было отмечено главой города и та, и другая работа как успех, нам, националам, очень приятно. И мы надеемся, что в новом году мы также конструктивно, успешно будем работать. У нас есть новые задумки, у нас есть мысли, как что улучшить, расширить. И мы будем вместе с администрацией города идти в ногу. Вокруг каждой диаспоры или председателя сотни, а то и тысячи людей. И это все объединяет. Культура, работа, безопасность страны. Мы все участвуем в этом вопросе. И вот сегодня и глава здесь это все наценил. Уже не первый раз, уже буквально недавно у нас, а уже мы шестой раз совместно встречаемся, решаем какие-то проблемы, которые нужны, человеческие, социальные. Вот это все создает тот сочинский кремат, менталитет, дружбу, уважение, любви. Ближайший праздник, который многонациональный Сочи в очередной раз отметит всем городом, это Новый год. Загадать желание под бой курантов можно будет на площади флага. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 26 декабря в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 14, 16 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 13. В Красной Поляне пасмурно возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем 10, 12 градусов выше нуля. По дорогам в Сочи начали ходить автобусы желаний. Узнать их легко по светящимся гирляндам и новогодним песням, которые звучат в салоне. Первый автобус начал курсировать по маршруту номер 87. Управляет им водитель в образе Деда Мороза. Сегодня новогодний транспорт начал свою работу во всех районах города. Также телегости курорта смогут поехать на автобусе желаний по маршруту номер 77 в Лазаревское. Новогодними станут еще два маршрута номер 56, идущий в Адлерский район, и номер 105С в Красную Поляну. Новогодние автобусы будут ездить по городским маршрутам вплоть до 9 января. Юных пассажиров с 27 по 31 декабря в автобусах желаний ожидают сюрпризы. Как отметили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, это поможет создать на курорте действительно праздничную атмосферу. В Сочи вовсю проходят новогодние представления. Сегодня утренник для юных сочинцев состоялся в Доме культуры Центрального района. Его организовали депутаты городского собрания Сочи. Новый год – особый праздник. Самый светлый и волшебный. Праздничным настроением и ощущением волшебства сегодня зарядились ребята, живущие в Центральном районе. С наступающим Новым годом детей поздравили депутаты 12 округа – Геннадий Глазырин и Владимир Тарасян. Для начала малыши перенеслись в сказку. Городской театр «Кукол Саквояж» подготовил для них представление по мотивам сказки «По щучьему велению». Большое спасибо Геннадию Михайловичу за такое представление, за подарки, за елку. В общем, новогоднее настроение нам обеспечено. Будет хай-а-мой, подарки будут уручать. Все будут возле елки ходить, с дедом Борозом, с дурочком. И все будут веселиться. Сегодня у меня появилось новогоднее настроение. Дети в ожидании праздника нарядились снежинками, зайчиками, белочками, разными сказочными героями. И, конечно, каждый заучил стихи и песни, чтобы получить подарок от зимних волшебников. Мы приглашаем деток с нашего округа. Прежде всего, это малообеспеченные семьи, неполные семьи, находящиеся в каких-то трудных ситуациях. Мы стараемся сделать этот праздник, дарим подарки, и детки радуются и смотрят представления. Мы постарались сделать вкусные подарки, интересные детям подарки, чтобы они радовались, чтобы они вспоминали эту елку и ждали следующее. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей города Сочи с праздником, с Новым годом, пожелать им благополучия, счастья, здоровья, побольше улыбок, побольше приятных вещей, чтобы этот Новый год был радостней, счастливей. С Новым годом! Традиционные депутатские елки в этом году проходят по всему 12 округу. И это не только детские утренники, но и предпраздничные мероприятия для общественников района. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Почта России определилась с графиком работы отделений в празднике. 31 декабря все почтовые отделения в Краснодарском крае закроются на один час раньше. 1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни не будут идти обмены, доставка почтовых отправлений, печатных изданий и выемка писем из почтовых ящиков. 3, 4, 5, 6 и 8 января все почтовые отделения края будут работать в обычном режиме. Доставка пенсии и пособий в праздничные дни будет вестись по согласованию с региональным отделением пенсионного фонда. Продолжается народное голосование за присвоение Сочи звания «Город воинской славы». Все желающие могут принять участие в опросе до 9 января на сайте городской администрации. Пока же свое мнение решили выразить те, кто уверен, Сочи достоин такого звания. Сочинцы с честью выполнили свой долг во время войны. И особенно, когда Сочи лечил больных людей, отправлял фронт. Любой фронт должен иметь надежный тыл. Вот этот тыл как раз сочинцы создали для войны. 60 тысяч населения было в Сочи в то время. Но 60 тысяч населения сумели и защитить свой город, и дать полмиллиона людей снова на фронт отправили. В районных организациях рассмотрели этот вопрос. Рассмотрели буквально на днях в городском совете. И все люди выступали единодушно о том, поддерживали о том, чтобы городу Сочи присвоить город воинской славы. Это было бы справедливо и правильно. Мы все говорим, оружие делало Тула. Да. Но Сочи тоже делало оружие. И оружие очень серьезное. То есть, грубо говоря, наладить производство в курортном городе на базе санатория Кавказская ривьера, производство горных катюш и их разработку, которые проводились под руководством военного инженера Алферова. Понимаете, это очень серьезное дело. Чем выше в городе, тем сложнее воевать. То есть, сочинская линия фронта держала оборону против отборных сил фашистской Германии. Ведь это были подразделения Эдельвейса. Это горный спецназ. Постоянные налеты на Большой Сочи, бомбардировки и на Шахе, и на Аше. Да, количество бомбардировок было много. То есть, у нас на подходах к городу, вот буквально на ближайших высотах, стояли зенитные точки именно на горах, чтобы достать на подлете вражескую авиацию. Вот в этот момент все батальоны 20-й горно-стрелковой дивизии были обескровлены. А в городе призывать было просто уже некого. Все мужчины призывного возраста были на фронте. И тогда призвали 120 мальчишек, которых, по-хорошему говоря, по закону, призывать-то было нельзя. Им не исполнилось 18 лет. Но мэр нашего города, Алексей Федорович Белоус, принял такое решение. В общем, комитет обороны поддержал его, который в нашем городе. 120 мальчиков взяли в руки оружие и отправились на перевалы в район Красной Поляны. И вот из этих 120 человек погибли все. Один остался в живых, Геннадий Максимов, который рассказал всю эту историю, уже отвоевав, пройдя всю войну. Все должны знать, что наши подвиги не только работа в тылу. Это и работа большая. Это большая битва на фронте. Это дает дополнительный импулс для тех, которые не знают, что это такое, как это. Ведь не во всех семьях идет воспитание культурное, к сожалению. Не все знают, как это было и почему. И тот факт, что наш город будет признан городом воинской славы, дает еще большую ответственность и понимание для того, чтобы воспитывать это в новом поколении. От себя могу сказать, что мы постоянно проводим мероприятия патриотические. Конечно, это все больше для того, чтобы информировать ребят. Но на самом деле цель стоит совсем другая. Чтобы они внутри понимали, чем они должны гордиться и в какой стране они живут и благодаря кому. Сочинская ТЭС увеличила отпуск тепловой энергии на 13,9%. Об этом на пресс-конференции. По итогам года рассказал руководитель ТЭС Олег Савельев. Сочинская ТЭС обеспечивает светом и теплом центральный район города. Сейчас теплоэлектростанция отпускает тепло 14-й котельной. В планах подключить и другие котельные города. Сегодня ТЭС активно занимается модернизацией оборудования и продолжает программу по импортозамещению. Она уже коснулась системы химической очистки воды для подпитки котлов-утилизаторов. Первое, что у нас намечено 20-й год, реконструкция САУ-ГТО с заменой иностранного оборудования на наше отечественное, так называемое сейчас импортозамещение. И второе, мы наметили проектирование теплосети в сторону 16-й котельной. Тоже это связано с обеспечением центрального района города Сочи теплонадежным теплоснабжением. С начала осени к теплоснабжению подключен микрорайон Раздольная. И в связи с его активной застройкой и развитием ТЭС планирует наращивать объем отпускаемого туда тепла. В целом, по итогам 10 месяцев текущего года сочинская ТЭС увеличила отпуск тепловой энергии на 13,9%. Добавлю, что в этом году теплоэлектростанция отметила 15-летний юбилей. Это первый независимый источник теплоснабжения Сочи. Сегодня ТЭС входит в число наиболее современных и экологичных объектов в российской энергетике. Профессионалы и любители встретились на ледовой дорожке. Сегодня завершились очередные краевые соревнования по классическому керлингу. Кубок Краснодарского края стартовал 23 декабря. На арене Ледяного куба собрались 80 спортсменов. Юниорская команда и основной состав сборной Краснодарского края. А еще команда сотрудников ледовой арены. В полуфинал Кубка Краснодарского края вышли 4 сильнейшие мужские и женские команды. Все спортсмены входят в состав сборной региона за исключением одной команды под названием «Скотиш Клаб Мэн». Ее игроки – обычные любители и сотрудники керлинг-центра «Ледяной куб». На этой арене краевые соревнования проводятся часто, а только в этом году больше 10. Быть с наблюдателем хорошо, говорит Валерий Лысов. А самому выйти на лед вместе с профессиональными спортсменами еще лучше. Мы сейчас сыграли, можно сказать, ничью 1-1 за 2 энда. Наш соперник – юноши Краснодарского края. Серьезные соперники? Ну, конечно, они натренированные. У нас вообще первое соревнование. Проявили энтузиазм и тренировались, чтобы появилось наше желание, мы на него вышли. С этими же соперниками любители продолжили борьбу за третье и четвертое место в финале. В итоге бронза досталась молодым. Среди профессионалов у мужчин зрелищная борьба шла между первым и вторым составами сборной Краснодарского края. Такая же яркая игра была и у команд «Инфинити» и «Юниорки». Кстати, в составе последней, которая, ко всему прочему, взяла серебро на Кубке России, играла Полина Мурзина. Сегодня она праздновала не только победу в турнире и присвоение звания мастера спорта, но и свой день рождения. «Керлинг» стал моей семьей, и мне очень приятно день рождения проводить в этом месте. Как так вышло, что совпали дни, я не знаю, но я очень рада этому. Лучшими по итогам финальных матчей Кубка стали юниоры мужской и женской команд. В любом случае победила сборная Краснодарского края, пополнив свою копилку медалями и получив хороший опыт перед новым сезоном. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе «ВКонтакте». И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск. Новосибирск. Новосибирск.